Добрый день! Меня зовут Айгунова Ольга, я руководитель проекта «Сертификат Московский учитель». Страны-лидеры по результатам международной программы по оценке образовательных достижений, обучающиеся ПИЗом, пристальное внимание уделяют подготовке будущих учителей. В процессе обучения будущие учителя проходят оценку профессиональной мотивации, грамотности и компетентности. Университеты по всему миру при подготовке педагога все чаще хотят видеть не только узкопрофессионального специалиста, знающего предмет и методику. Центр тяжести перемещается к овладению студентами над предметными умениями, коммуникация, командной работы, способности решать сложные задачи и находить новые решения. Российское образование тоже стоит перед вызовом развития нового поколения учителей и создания системы их роста. С декабря 2015 года идет работа по созданию модели национальной системы учительского роста МСУР. Обновляются профессиональные стандарты, модели аттестации педагогов, оценочные процедуры. Так, например, возникают проекты единых федеральных оценочных материалов ЕФО, где оцениваются предметная подготовка, методика преподавания, психолого-педагогические компетенции, коммуникативные компетенции. Исходя из логики новой системы аттестации в соответствии с уровневым профессиональным стандартом МСУР, выпускники педагогических университетов, начиная работать в школе, должны обладать широким кругом знаний и компетенций. Именно в этом контексте становится важной система независимой оценки выпускников или студентов выпускных вузов. Такая оценка оказывается необходимой для выпускников и для будущих работодателей, и в дальнейшем для анализа продуктивности работы самого университета. Существующие заделы. С 2015 года в Московском городском идут исследовательские проекты по оценке профессиональной деятельности учителей. Проекты исследований проходят совместно с московскими школами и партнерскими университетами. Компетентностная модель оценки профессиональной деятельности учителя, методы оценивания и методические рекомендации по организации и проведению оценки профессиональной деятельности учителя – только часть результатов, появившиеся за последние пять лет. С 2017 года университет стал одним из активных участников движения WorldSkills, как на уровне среднего профессионального, так и на уровне высшего образования. Командой университета были инициированы разработкой трех педагогических компетенций, что позволило выстроить партнерские отношения с 12 вузами и сформировать совместную позицию о форматах оценки педагогических компетенций. В эти же годы Московский городской становится одним из организаторов Олимпиады «Я профессионал». В этот период многие технологии оценки, такие как демонстрационный экзамен, кейсовые технологии, все глубже интегрируются в практику работы самого университета. В 2017 году полномасштабно запускается проект «Сертификат Московский учитель», направленный на поддержку студентов выпускных курсов педагогических направлений. Проект позволяет студентам выпускных курсов продемонстрировать свои знания и компетенции, как в привычных форматах тестов и решений кейсов, так и в форме демонстрации живого урока или образовательного события. Активным участником проекта стали директора московских школ, выступающие как эксперты проекта и как будущие работодатели. Построение системы сертификации студентов в Московском городском внедряет несколько форматов оценки. Оценка квалификации студентов в рамках сертификации начинается со второго курса. Одной из задач первого этапа сертификации становится оценка уровня владения предметными знаниями и выявление дефицитов, которые студент может восполнить в ходе дальнейшего обучения на других курсах. В процедуру сертификации включен начальный профессиональный экзамен, являющийся вторым этапом сертификации. Он проводится на третьем курсе и направлен на оценку различных умений студента при разработке электронного обучающего средства для работы с обучающимися с особыми потребностями. Также оценка включает сферу взаимодействия с родителями и коллегами. Начальный профессиональный экзамен проводится в формате демонстрационного экзамена с включением организационных содержательных элементов и практик, используемых в WorldSkills. На четвертом курсе сертификационное испытание включает оценку педагогических компетенций студента, отражающих его владение методикой построения и проведения учебных занятий. В этот же период проводится мотивационное собеседование в форме интервью с работодателем. Дополнительно в процедуре сертификации учитываются индивидуальные достижения студента, накапливаемые в процессе обучения в ВУЗе. Механизм учета индивидуальных достижений служит не только источником дополнительных баллов, но и стимулирует студентов на включение в приоритетные образовательные проекты Москвы и университета. Приоритетом при учете индивидуальных достижений студента является участие в проектах Московская электронная школа, чемпионатах по стандартам WorldSkills, конкурсах студенческих инициатив, а также обучение на курсах функциональной грамотности. Итоговым элементом системы сертификации становится постсертификационное сопровождение. Помимо ресурса трудоустройства, выпускники получают возможность включения в мероприятия и проекты московских школ, наставничество со стороны ведущих экспертов города и страны, методическую поддержку университета. Все эти элементы создают единую систему сертификации университета, позволяющую выстраивать диалог с работодателями, выявлять дефициты, простраивать корректировки и перспективы развития образовательных программ. Опыт сертификации студентов, обучающихся на педагогических направлениях, позволяет сконструировать процедуры сертификации непедагогических специальностей и расширить возможности не только студентов, но и перечень организаций партнеров из непедагогической сферы. Реализация проекта проходит в Московском центре сертификации квалификации в образовании Московского городского педагогического университета. Центр сертификации является технологичным пространством для проведения не только оценочных процедур, но и мероприятий по тренировке педагогических компетенций для тех студентов, которые бы хотели проработать свои дефициты, получив результаты оценочных процедур. В результате реализации проекта мы ожидаем увеличения количества участников педагогического направления, расширения непедагогических направлений сертификации, привлечения преподавателей СПО, а также работников образовательных организаций, вновь прибывших на работу. Спасибо за внимание. Буду ждать ваших вопросов. Продолжение следует...